аллилуйя мир вам и благодать доумножится возьмите вашу кружечку кофе ну или чай или там напиток или березовый сок я не знаю что вы пьете по вечерам сегодня вечером мы проведем вместе следующие 30 минут мы будем общаться вокруг священного писания мы будем познавать что говорит нам бог и что говорит нам библия и мы хотим познать тайны божьи добро пожаловать в нашу интернет общину дом веры наша интернет община собирается каждый день кроме субботы и понедельника это выходные дни в остальные дни мы встречаемся вместе на сайте дом веры точка ру прям вот здесь я надеюсь что вы здесь бываете приходите присоединяйтесь можете писать комментарии вижу у нас люди из разных стран пишут константин константин из перми пьет чаек он написал я пью чай молодец костя так держать а яна из москвы тоже пьет чай ну слава богу приветствую всех вас ангелину из греции приветствую вас ангелина пусть бог благословит вас татьяна струстомина с риги мир тебе драгоценное спасибо за возвращение за то что ты поздравляешь меня всех слава а если у вас послушайте меня дорогие мои если у вас вера имеете ли вы веру божию живете ли вы по вере или вы существуете давайте так я думаю что одна из причин почему существует вера чтобы что-то менять вера создана богом запишите своих конспектов чтобы чтобы что-то менять что изменяет ваша вера и давайте вера когда приходит она приносит собою изменения когда русский человек я верую в бога я верующий вы знаете в других языках слова вера и верующий два разных слова у нас как бы ну верующий значит верит чему-то верит на что чему-то доверяет но я бы не хотел чтобы мы относились к вере как субстанции но но верующий значит верит не совсем она хорошо как бы описывает человека но когда мы говорим о вере это не динаминация не конфессия не конфессиональная принадлежность а ты наши вера спрашивает меня женщина с таким длинным кривым пальцем это ты наши веры или их ней отвечаю я божьей веры существует божья вера и существует сектантская религиозная земная вера православная католическая баптистская писятническая всех вот этих адвентистов все это земная вера это конфессиональная принадлежность все это сгорит на небесах не будет ни одного православного католика не будет ни одного баптиста будут верующие кто будет веровать и креститься что будет спасен не сказано кто будет конфессии принадлежать ходить членом этой общины будет такая интересная новость систему придумали членство у ты в членстве состоишь записался и многие люди думают что автоматически я член церкви значит я член там на небесах ничего подобного есть книга жизни где ты записываешься хоть ты во всех книгах членских запишешься на земном шаре конфессиональных не поможет поможет живая вера в бога мы сейчас говорим о живой вере я хочу противопоставить традиционный взгляд на веру и живая живое отношение среда обитания что производит что меняет ваша вера я задаю вам прямой вопрос хотел бы получить от моих зрителей дом а ваша вера меняет что-то ваша мера вот которую господь вам дал она пришла вы имеете веру развиваете веру она что-то меняет снаружи вас или только внутри у многих людей происходит когда они получают веру от господа когда они возрастают вере у них внутренние изменения происходит ли я спрашиваю вас внешние изменения ах происходит ли изменение в вашей жизни что изменяет ваша вера многие думают что я если я религиозный верующий значит все нормально нет вера когда приходит она изменяет состав нашего нашего мышления нашей жизни она изменяет нас она изменяет вы знаете лариса из россии напоминает ведь у нас же наши интернет вообще называется дом веры вот потрясающе абсолютно вера дом веры меняет ли моя вера меняет ли моя вера что-то для тех из нас кто считает себя людьми слова божьего это важный вопрос я думаю что для вас это важный вопрос вы не просто прозябаете мы по-настоящему верим слову божьему мы стоим на нем и у нас всегда будет ответ мы всегда сможем рассказать о том как двигает горы вера в нашей жизни как вера двигает горы в нашей жизни если же мы не рассказываем о том что у нас происходит жизни и что у нас ничего не меня если у нас ничего не меняется тогда вопрос очень серьезный а верили вы у нас должны быть давайте так человек веру у него всегда есть свидетельство о том как бог изливает свое благословение не только на нас но и через нас вы знаете давайте многие люди многие люди они приходят господь и злей коснись наполни в разуме меня укрепи поддержи защите огради меня у нас такого впитывающего входящие в нас входи в нас входи в нас господи входи в нас когда только так вера приходит это не совсем то что хотел господь ведь не то что входит а то что исходит мы все потребляем ну давайте так когда наш ребенок кушает мы рады когда наш ребенок кушает мы рады сейчас вот предположу свою концепцию вхождение и исхождение вот мой ребенок он кушает 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 и по мере того как он кушает он потребляет он возрастает он растет но что из него исходит родители подскажите мне вот при вы принесли ребенка домой накормили его с роддома он поел поплакал перестал плакать что потом из него выходит да да я именно про это говорю из него выходит но в основном три вещи что-то жидкое что-то средней такой мягкости и крик три вещи из него выходят а вы знаете все три вещи они не очень приятны но так как он маленький так как мы такие любящие мы как бы это все перевариваем как классно как классно мы покакали это такая радость и весь дом радуется и он покакал особенно когда это первый раз покакал это вообще в доме праздник все заработала заработала поедалка и так когда мы говорим что из нас должно что-то исходить а родители в надежде продолжает нас кормить проходит год и мы уже накакали такой объем который больше нас самих мы на такой объем как бы ху ху а написали там вообще ой 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 если взвешивать все что из нас вышло вроде объем большой но это все не очень хорошая такая штука ну как бы вышло и слава богу вот если это единственное что из тебя исходит это катастрофа если это все что ты делаешь господи давай давай меня а что из тебя выходит мы в надежде мы в надежде ну я кормлю в надежде своих детей что из них кроме этого и крика и возмущения что-то еще будет выходить хоть какая-то улыбка давайте озари улыбкою свои и вот когда он улыбается уже уже оттуда смотришь в это и думаешь ну слава богу хоть кроме вот этого крика не переставающего у тебя и что-то еще что-то выходить начинает и улыбается уже весь дом с тебя он улыбнулся вот вот это да константин из перми пишет но мы продолжаем кормить в надежде в надежде что ну ну с него не только это будет исходить не только улыбка знаете если бы только улыбка мы так поулыбались еду получили нет чтобы из нас исходила еще что-нибудь и вот и когда мы начинаем возрастать мы ждем от ребенка чтобы он сказать скажи что-нибудь слово скажем и вот когда он говорит мама из него вышло слово мама это это праздник в доме и уже все что он там накакал забылась уже он слова сказал мама папа сказал и вот он начинает говорить но потом начинается слова хочу мне моем я начинает расти эгоист такой эгоист еще но мы продолжаем туда вкладывать мы вкладываем и вкладываем в надежде в надежде что однажды совесть-то проснется мне одна женщина написала вы знаете вот у меня дочь в доме вот ей уже 20 лет и она говорит вы как вот вопрос мы с финансами бьемся бьемся а она только высасывает из нас деньги хотя сама на работу ходит но денег ну как бы ну не дает как-то сказать ей неудобно доченька как-то помоги хоть чуть-чуть родителям а она не чувствует и и как-то мы всю жизнь кормили и продолжаем кормить но она в холодильнике никогда ничего не приносила и вот это расстройство родителей я смотрю я думал думаю они ожидают что он в один день как-то доченьку ну возьмется и холодильник заполнит а нет не заполняет она она продолжает вытаскивать из холодильника и как бы вроде большая а мышление это младенческое еще какое-то и размышляет о младенчестве знаете почему младенчество это с одной стороны хорошо а с другой стороны это плохо если это всегда хорошо то есть какой-то момент мы должны ну давайте так скажем мы должны напрячься что-то не то с нами происходит мы должны мы должны мы должны что-то производить вы знаете кофемашинка должна производить горячий кофе если она не производит горячего кофе ее не нужно нужно она должна производить все что создается создается, создается для какой-то цели, кто-то говорит, надо было воспитывать, нужно еще что-то было, да я все понимаю, что надо было, здесь вопрос, если из человека, я сейчас перевожу к примеру не то, что нужно было сделать, а к вопросу, а вы, вы, что выходит из вас, что выходит, если у вас вера не только, господи, я верую, что я получу деньги или там еще что-нибудь, здоровье, исцеление, чудо, замечательно, джум, 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 получаешь, а из тебя что выходит, как из младенца, и это все, что из тебя выходит, все, что ты сделал, прожрал, я сделал расчет, человек за жизнь съедает где-то один вагон еды, и ты сожрал свой вагон еды, и выпивает, по-моему, два вагона воды, вот пропуская через себя, вот так, вот входит и выходит, вагон еды, вот ты пропустил, испортил еду, так сказать, вот вышел, все спустил, если вагон еды, то чего там еще вагон выходит из нас, и вот теперь вагон канализации из нас вышел, и, и вот здесь возникает вопрос, а что выходит из меня, вера не только должна приносить мне благословение, вера должна выходить и двигать горы, если в твоей жизни горы не двигаются, если у тебя нет свидетельства, очень хороший вопрос, какой ты верующий, ты вообще имеешь ли веру, у тебя есть знания про Библию, про Бога, у тебя есть, у тебя есть что-то, но если у тебя нет свидетельств, свидетельств о том, что Бог творит в твоей жизни, ну, показатель, что у тебя существует вера, тогда вопрос, очень, очень серьезный вопрос к вам, дорогие мои, если нет таких свидетельств, я задаю вопрос вам и себе, тогда что за вера у нас такая с вами, которая не производит, которая ничего не производит, что за вера у нас такая? Аллилуйя, что за вера у нас такая? Я задаю вам вопрос к каждому из вас, нам нужны свидетельства веры, нам нужна наша вера, если вера ничего не производит, ее нужно корректировать, ее нужно изменять, она должна, Она должна изменять нас, ее нужно балансировать, настраивать, диагностировать, проверять, чтобы она поднималась. Если по какой-то причине наша вера не делает то, что Бог создал ее делать, нам нужно с вами пересмотреть, пересмотреть. Вы знаете, однажды пришел ко мне человек и говорит, я не понимаю, я не могу получить исцеление, я не могу понять почему, у меня есть вера, у меня есть фактически разные виды веры. Вы знаете, в чем проблема? Проблема, что вы держите за свою веру, вы так схватились, у меня есть вера, я держу, я не отпущу. Вам необходимо не держаться за веру, а высвободить, чтобы вышла она из вас, высвободить, чтобы она могла исполнять и работать то, на что она создана, то, что от нее требуется. Надо высвободить веру, не удержаться, я держусь за веру, Господь, это единственное, что меня говорит, да, 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 все правильно, все правильно. Не прет. Надо высвободить веру, чтобы вера, выходя из вас, творила и созидала снаружи. Когда мой ребенок говорит, я сделал вот это, рисунок какой-то принес, я сделал поделку, я сделал кораблик, потом я сделал это, я сделал это, я сделал вот это, я продал, у меня бизнес-план есть. И ребенок начинает двигаться, и он начинает двигаться дальше, дальше, дальше. И вот возникает вопрос, следующий вопрос. Следующий вопрос. Когда вера высвобождается, она производит, она производит в твоей жизни какие-то невероятные вещи. Она высвобождается. Вот я обращаюсь к вам, если ты не получаешь ответа от Господа, если ты молишься, вроде веришь, но нет ответа, ты думаешь, да, Господи, да что ж такое происходит в моей жизни? Я молюсь, 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 а ответа нету. Я сейчас обращаюсь к вам. Вам необходимо высвобождать свою веру. Еще раз, вера, это один из плодов Духа. Как и у христианина, у нас есть плоды Духа. Помните, Галатам 5 глава, 22 стих, здесь написано, плод же Духа, любовь, радость, мир, декорство, кротость, вера. Вы знаете, плод Духа, это вера, плод выращивается, духовный плод. Как и естественно, он происходит из недр, из сущности. Он происходит от того, что происходит внутри, от ДНК нашего. И когда мы говорим, откуда плод берется, от слова Божьего, которое в свою очередь является семенем нашего нового рождения, от которого мы возрождаемся. И также наша вера, вера от слышания, от слышания, от Божьего слова. Необходимо положить Слово Божье как фундамент нашей веры. Мы как бы запускаем Слово Божье. У меня есть Божье Слово. Бог мне говорит. И вот вопрос, Бог мне говорит, и поэтому у меня есть Его Слово. Есть Его Слово, поэтому я живу по Его Слову. Я как бы, может быть, вы сейчас запутались. Давайте так. Если ты получаешь... Ты говоришь, у меня есть Библия. Замечательно. Но! Я сейчас обращаюсь ко всем вам. Но! Когда мы говорим о том, что у вас есть Библия, я задаю вопрос, а если у вас Слово? Иметь Библию, это не значит иметь Слово. Окей. Я читаю Библию. Замечательно. Ты читаешь Библию. Но вопрос, эта Библия, она превращается в Божье Слово или это... Поймите, что многие считают ее как историческую книгу. Многие считают ее как какую-то конспирологическую книгу или какую-то книгу тайнств, древних знаний. Это неправильно. Это абсолютно неверно. Чтобы Библия стала Словом. Не для всех отсюда получается Слово. Для многих просто тексты знания, для многих просто информация, для многих просто что-то такое веселенькое, или интересное, или трагичное. Истории какие-то, норовоучения. Чтобы ожило Слово. Теперь. Знаете, однажды я помню, одному из детей, кому-то не знаю, мы дали попробовать красную икру. Ну, пришла к нам классная икра, он пришел, она соленая, ему так понравилось. И он эти шарики красной икры брал, да, и глотал их. И вот потом, спустя некоторое время, мы открываем подгузник. И вдруг мы видим, целенькие икры, икринки, не лопнувшие, они прошли сквозь него и вышли в подгузник. Все три чайные ложки, которые мы ему туда вложили, и оно вот так вышло, оно не растворилось, верою, оно не растворилось, оно не было... Моя жена показывает, говорит, смотри, они, конечно, цвет изменили, но шарики сохранили свою текстуру, сохранили свою форму, оболочку. И я сказал, что это? Она говорит, ну, можно второй раз пускать. Он не растворил их. Вы знаете, многие верующие, когда получают Божье Слово, они не растворяют веры. И на выходе нерастворенное Слово. Слово Божье должно быть растворено верою. Мы получаем от Бога Слово. Слово к действию, Слово жизни. Мы получаем Слово, принимаем и должны не просто... Да, Бог сказал, что праведной верой жив будет, что я исцелен. Галилуя. Но ты не растворил, ты просто... Ну да, так и... Это правда. Он говорит всегда правду. Да, 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 да. И ты, если так принял Слово, оно не стало частью тебя. Послушайте, если Слово не стало частью тебя, тогда это катастрофа. Послушайте. Мы рождены от Божьего Слова, от нетленного семени. Это написано в первом послании Петра, первая глава, 23 стих. Первая Петра, 1-23. Я даже не буду сейчас открывать, просто поверьте. Она написана, что мы возрождены от нетленного Слова Божия, живого, пребывающего век. Семя содержит в себе ДНК. И там есть вера. ДНК веры. Это генетический код. Теперь, если мы получаем Божье Слово и не растворяем его, для чего растворяем? Когда мы кушаем, мы пережевываем, перетираем пищу, мы рассуждать должны. Мы проговариваем Слово. Оно соединяется с нашей слюной, расщепляется в нашем желудке на элементы. Оно должно расщепиться на элементы. И когда оно расщепляется на элементы, тогда оно приносит пользу. Если вы не пережевываете, если вы не пережевываете Слово, не пережевываете, оно не станет частью вашего тела. И крымки выйдут наружу и не принесут пользы слушающим. О, аллилуйя! Вера, я обращаюсь к вам, вера должна, она должна что-то производить. Аллилуйя! Когда Иисус Христос сказал в Иоанн Геотеана, «Дела, которые творю я, и он сотворит, тот, кто верит в меня, и больше всего сотворит, для меня это обетование, мы сделаем больше. Мы сделаем больше, чем Иисус даже говорил, и даже мы можем сделать больше». Вера может сделать многое. Аллилуйя! Я молюсь за вас. Нам нужна вера. Господь, мне нужна вера. Вера от Слова, от семени. Вера, которая производит что-то. Не просто я самопотребление, самоудовлетворение, самонаполнение. Я наполняюсь. Я кормлюсь. Я такой, я только ем. Нет, вера, она приходит для того, чтобы что-то изменить. И эффект происходит, когда она выходит из нас и производит действие. Я получаю слово, перевариваю, вера выходит. Слово, переварка, вера. Это правильный процесс. Когда я кушаю еду, чтобы что-то производить. Если я ничего не произвожу, тогда ничего не происходит. Ничего не происходит в вашей жизни. Вера должна высвобождаться. Она должна выходить, чтобы совершать действие. Вот это фундамент нашей христианской жизни. Фундамент нашей христианской. Если из тебя не выходит, ничего не случается. Я благословляю вас драгоценным именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да явит свою силу. Да явит свою славу. Да коснется вас. Да и зальет от Духа своего на вас. Да пребудет с вами Господь. Благословляю именем Иисуса Христа. Господь, я прошу тебя, коснись каждого человека сейчас. Благослови. Пускай их жизнь наполняется верой живою во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да явит вам Господь славу свою от Духа своего. Да коснется вас Господь. Я хочу поблагодарить вас драгоценным за ваше участие. За то, что вы со мною поддерживаете, молитесь и верите. Я верю в Божьи чудеса во имя Иисуса Христа. Благословляясь, телеканал СНЛ. Благословляя Дом Веры своими дистинами приношениями, помогайте нам распространять Евангелие по всему лицу земли. Да пребудет с вами Господь. Да коснется вас и благословит. Мы встречаемся каждый день, кроме субботы и понедельника, на телеканале СНЛ и в эфире домверы.ру. Благословит вас Господь. Встретимся. Субтитры подогнал «Симон»